Продолжение следует... ТТ Носхорн с трудом обыгрывают новичков БФГ. Ну и, конечно же, турнирные расклады и геройские поступки седьмого тура сильнейшей лиги Рукластера. Терять очки в матчах с явными аутсайдерами всегда неприятно. В этом сезоне свидетелями подобной картины мы становились уже не раз. Но, судя по результатам седьмого тура, работа над ошибками была проведена весьма успешно. Торнадо Первыми на танковую арену выехали дерзкие Торнадо и бывшие ЛФС, которые уже со следующего тура будут выступать в рядах организаций Рокскиз. Безрезультатно отстрелявшись на первых трех картах, команды встретились на рудниках. Никто не хотел рисковать, и в начале боя возникали лишь локальные перестрелки. Здесь более удачливыми оказались ЛФС. После болезненных ранений Торнадо сбиваются в кучку возле родной базы. ЛФС легко читают эти маневры и переходят в наступление. Тут же с острова срывается пара девяностиков и прямо-таки набрасывается на одинокую сотку. Взяв паузу на перезарядку, ЛФС уверенно разбирают Торнадо, не оставляя парням ни единого шанса даже на ничью. 1-0 Расставить все точки над И было суждено на утесе. В первые минуты команды занимают полярные позиции и лишь изредка отстреливаются. ЛФС такая игра вполне устраивала, а вот Торнадо нужно было придумывать что-то оригинальное. В середине раунда со своих мест срывается дуэт Тэшек и АМХ с 13-90. Их цель — вражеская база. Но там на дежурстве остался Эппл, который и разрушил все планы Торнадо. Основная группировка LookInfo спонсор тут же возвращается домой и разбирается с неприятелем. Однако времени добить всех врагов так и не хватило. В итоге ничья на утесе и минимальная победа в матче 1-0. Лидеры текущего чемпионата Майнд встретились с амбициозными, но пока далекими от результативной игры Сейн. Команды стартовали очень резво. Буквально с первых же засветов начался жестокий размен снарядами. Мозги сразу остаются в меньшинстве. За свою неосмотрительность в мир иной отправляется лол-что. Первые успехи будто окрыляют святых. Несмотря на болезненное пробитие, парни идут вперед и толпой разбираются еще и с Камайком. Ситуация 3-5, но у Майнд большой запас прочности. Начинается позиционная игра, в которой лишь опыт помогает мозгам выкрутиться из этой щекотливой ситуации. Последний танк Сейн отправляется в ангар и счет матча открыт 1-0. Засушив игру на следующих трех картах, команды при той же минимальной разнице в счете встретились в Химмельсдорфе. Сейн и не помышляли об атаке и сразу же стали в глухую оборону. Ровно половина раунда понадобилась мозгам, чтобы разгадать местоположение оппонентов. Под звук канонады Зиг проскакивает на вокзал и сражается один на один с карабтом. В это время Сейн организованно выезжают на Нескви с Камайком. Кажется, инициатива перехвачена, но только до момента, пока не освободился Зиг. Словно от удара боксера тяжеловеса Сейн поплыли. Перевести дело из нокдауна в нокаут было лишь делом техники. В итоге 2-0 за Майнд. Третий игровой день открывали недавние лан-финалисты первого сезона ТТ Носхорн и новички голд-серии БФГ. Старт матча прошел на Энске. С первых секунд парни синхронно перетягиваются на зелень. Носороги удачно разведывают движение дебютантов. Сперва плотно попадают по Мото-Мото, а затем дважды выдают стальные тумаки Маслову. Но надо отдать должное БФГ. Парни не стали опускать рук. Выровняв положение в позиционной перестрелке, новички достойно встретили титулованного оппонента. Громодная защита, а также неуверенная игра некоторых носорогов принесла победу БФГ. 1-0. В статусе догоняющих Носхорны выехали на Руинберг. С первых минут основная группировка занимает центр, а отшельник Ноуник отправляется в городские кварталы. Первые засветы и вновь БФГ не везет в самом дебюте встречи. Буквально на ровном месте в ангар отправляется Маслов на 13-90. Дела для новичков стали еще плачевнее, когда по Е-линии начал работать Ноуник. Оказавшись буквально зажатыми в стальных тисках, БФГ ничего не оставалось, как просто отдать этот раунд. 1-1. Обменявшись победами на Утесе и Химмельсдорфе, команды при счете 2-2 встретились на решающей карте Рудниках. Не спеша парни расставили свои танки по позициям и стали выжидать. Вдруг в деревне погибает тэшка БФГ. Верный признак агрессии именно с этого фланга. Решение принято моментально. Атака через центр. Именно здесь разница в классе и дала о себе знать. Носороги осторожно приняли вражескую технику, заставив соперника синхронно уйти на перезарядку. Этим пользуются Шутерс и Корнеплот. С нескольких выстрелов они минусуют двух бойцов БФГ. На этом, по сути, вся борьба и закончилась. В итоге 3-2 в пользу ТТ Носхорн. Коротко об остальных матчах тура. Опытные Аркейд не оставили шансов Ревайвл Дрэгонс 2-0. Натус Винцер продолжают преследование Майнд. На этот раз под каток машины Делюкса попали пираты из Корса. А в центральном поединке Тура Юнити деклассировали бойцов Виплей 3-0. Детальный анализ противостояния смотрите в программе Матч Тура. Первая строчка турнирной таблицы вновь за Майнд. С отставанием лишь в одно очко. Им на пятки наступают Нави. Замыкают тройку лидеров Юнити. На противоположном полюсе рейтинга без изменений. БФГ, Сейнт, РД и Виплей до сих пор находятся в зоне вылета. Могут ли малыши Т1 на равных воевать против грозного французского тяжа АМХ 50-100? Скажете, у американца нет никаких шансов. Возможно, в рандоме так и есть. Но это голд-серия, в которой порой и невозможное становится возможным. Почетное звание. Герой Тура на этот раз достается игроку команды Майнд Хлемуру. В полной мере проявить свое мужество ему пришлось против грозного Демокрита на АМХ 50-100. Сперва Юркий Малыш удачно нажал на тормоза и заставил сотку упереться лбом в здание. Дальше больше. Наш герой на пару с Омгом и Зиком по полной дали прикурить неприятелю. Ну а финальным аккордом стало соло самого Хлемура. Прицельная стрельба в бензобак, яркие вспышки пламени и зрелищная капитуляция французского тяжа. Вот он, показательный пример атакующего потенциала Т-1 Каннингем. Что же, наша программа подошла к концу. А лучшие танкисты Ру-Кластера продолжают шлифовать тактики, чтобы уже в следующем туре удивить соперников и вырвать очередную драгоценную победу. Следите за киберспортивным миром танков на нашем ютуб-канале и присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Скоро увидимся, пока! В следующем выпуске программы апдейт. Сквозь огонь, воду и медные трубы. Revival Dragons померятся силой с титулованными Na'Vi. Амбиции против опыта. Смогут ли Торнадо нанести первое поражение Майнд? Кроме того, обзор лучших моментов восьмого тура, забавные курьезы и реальные герои. Держите руку на пульсе Голд-серии вместе с нами! Субтитры создавал DimaTorzok